13.06 в Кирове на 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Мой коллега, журналист, эксперт Эхмосковской в Кирове. Николай, добрый день. Добрый день, Юлия. Со всеми прошедшими праздниками очень рад снова видеть вас здесь. Спасибо большое. Это взаимно. На самом деле мы с Николаем уже начали разговаривать до эфира. Я надеюсь, что в эфире успешно продолжим. Ну, давайте, Николай, начнем со вчерашней встречи главы города и главы администрации города с главными редакторами кировских СМИ. Я знаю, что вы на ней были. Юль, так грустно звучит. Давай поговорим. Как ты после вчерашнего? Примерно так звучит, да? Нет, я на самом деле совершенно не это имела в виду. Я имела в виду, как ты после вчерашней встречи. О чем говорили? Расскажите немного. Нет, ну, во-первых, это же встреча довольно-таки традиционная. То есть 13 января глава города обычно приглашает журналистов, чтобы, так сказать, поздравить их вот с этим вот, с одним из трех наших дней печати. У меня уже три праздника, мы же богатые люди. Поэтому это была довольно-таки традиционная встреча. Я всегда скользко на них хожу даже не столько, чтобы послушать главу города, потому что все равно же он в конце года уже рассказывает все, что может, да, вот когда год кончается. Поэтому как бы обычно ничего нового не ждешь. Но просто повидать коллег, пообсуждать какие-то темы, это всегда очень хорошо, всегда обстановка к этому располагает. А вчера особенно располагало, мне это очень понравилось. Что касательно, скажем так, содержательной части, да, то есть там все проходило в очень непринужденной атмосфере, это правда. Вот, то есть были в прямом доступе и Владимир Быков, и Александр Перескоков. Отвечали они на любые вопросы, но я обычно вопросы не издаю на таких мероприятиях, ну, чтобы не портить людям настроение. Все-таки все сидят за столом там, у всех хорошее настроение, праздник и так далее. Вот. Но, тем не менее, вопросов было много, достаточно интересных, не сказать, что особо таких вот жестких, да, но на, в общем-то, практически по всем позициям, которые у нас в городе есть. И по дорогам, и по строительству, в том числе по точечной застройке, там, по рынку по центральному и так далее. То есть, ну, спрашивали практически обо всем. Ну, то есть, прям таких острых вопросов Вы не заметили? Я заметил некоторые вещи, которые были в ответах, скажем так, на заднем плане, которые, может быть, кто-то и не обратил внимания, да. Вот, к примеру, когда был задан вопрос по точечной застройке, в том числе по зданиям на Казанской, вот этим двум, где, как бы, город разрешил увеличить этажность зданий. То есть, когда об этом речь шла, то Александр Викторович так мимоходом заметил, что мы просто, мы против того, чтобы застраивать историческую часть города высокими зданиями. Но здесь у нас была еще давно предварительная договоренность. И вдруг мы, оказывается, узнаем, что у нас мэрия работает не только вот так, вот как она должна работать, и еще имеют какие-то непубличные договоренности. И что перед тем, как участок этот был продан конкретному застройщику, мэрия дала ему определенные обязательства, что вы сможете здесь построить вот эти вот высотные дома. Это меня довольно-таки сильно насторожило, потому что, в принципе, работа администрации города не предполагает, не публичные части работы. А мы же их наняли. Даже наши работники, мы же наняли себе администрацию. И вдруг оказывается, что мы, учредители, о чем-то не знаем, о чем-то нам не сообщают, о чем-то в газетах не пишут, и в информации пресс-службы этого нет. Более того, еще в том году мы здесь же в студии беседовали со Светланой Заньковой, да, вот с нашим, так сказать, здесь начальником, и обсуждали тему центрального рынка. И думали, почему же так упрямо вот город хочет работать именно вот с этой подольской фирмой, там БСП Инвест Плюс, кажется она называется. И мы тогда предположили, что, возможно, у города есть какие-то обязательства, которые он не озвучивает. И вот вчера, когда Перескоков сказал о том, что такие обязательства в принципе возможны, я понял, что, видимо, так оно и есть. Хотя, опять же скажу, что когда вчера задавали вопрос по рынку, то говорили уже они более, так сказать, мягко. То есть, если раньше Перескоков всегда говорил, Александр Викторович, что мы все равно будем работать с этой компанией, то вчера оба наших главы, оба наших главы так, говорили, что мы обязательно будем приводить рынок, ну, в состояние предусмотренное законом, то есть капитальное строение там возводить, как требует закон, но уже конкретно по этой фирме речи не было. То есть, вполне возможно, что какой-то сигнал уже прошел, что не надо так уж, ребята, упрямо с судами спорить, тем более после двух инстанций. А я знаю, про выборы еще много говорили. Там про выборы говорили немножко в такой шутливой манере, хотя в каждой шутке ведь у нас есть доля правды. Дело в том, что да, сказали, год предвыборный, избирается законодательное собрание, избирается Государственная дума, избираются практически все главы муниципальных районов, и тут Владимир Васильевич сказал, кроме города Кирова. То есть, мы как раз будем жить спокойно, это будет все, что это не касаться. Хотя после этого несколько раз, когда задавались вопросы, например, ну вот, условно говоря, там, будет ли там, заасфальтирован ли там, расширен Окяпский проспект. Ну, что Владимир Васильевич отвечал, естественно, а вы в 17-м году проголосуете за меня? Тогда мы проблему решим. Вот, но это было в качестве такой шутки, я еще раз говорю, то есть, это было, на самом деле, сказано хорошо, весело, но в каждой шутке есть доля правды. Владимир Быков, в том числе и у нас в эфире, говорил, что он собирается избираться и в УЗС, и в Государственную думу. Он говорил немножко не так, Юрий, он говорил, что он будет участвовать в этих выборах. Дело в том, что участвовать в выборах он будет в любом, по-любому, потому что он у нас глава региональной партии, да. Поэтому участвовать в выборах, то есть, вот сейчас, например, у них предстоят праймеры, да, безусловно, он должен их организовать, он будет в этом участвовать. Вероятнее всего, он будет там и как некая кандидатура проходить, да, потому что как секретарь, ну, у нас как это должность правильно, секретарь полицовета или кто он у нас? Ну, если я правильно помню, да, секретарь полицовета, Кировская региональная партия, полицейская партия. Там очень много всего, да, вот раньше было у КПСР, все понятно, там политбюро, предположим, да, это все понятно. Здесь немножко путают термины. Вот, поэтому он в любом случае участвовать будет. Вот, а вот насчет того, будет ли он участвовать как кандидат, вот, понимаешь, он бы может и рад это сказать, он пока не может, и никто пока этого сказать не может. А что-нибудь еще, Николай, именно по предвыборной теме для света вынес из этого разговора? Из вчерашнего? Да, предвыборная кампания, например, может, началась уже. Нет, из вчерашнего, вчера об этом на самом деле не говорили. То, что кампания началась, это можно было и без вчерашнего разговора понять, зайди в любую точку, посмотри, как тебе календарик дают про Рахима из Уралхима, да. И, собственно говоря, вопросов больше не будет. Или посмотри, как работает союз садоводов у нас в области. Ну, вот, что я хочу сказать, Юля. Вот здесь вот интересно, была делегация одна такая, с неофициальными зимниками, политтехнологов из Нижнего Новгорода, которые приехали с очень интересным предложением, на самом деле. У них есть такое предложение, оно называется «Краш-тест для будущего депутата». То есть человек, который хочет участвовать в выборах, у нас же выборы будут по одномандатному округам, предлагается такая система проверки, чтобы человек, во-первых, пройдя ее, мог понять, способен ли он преодолеть, во-первых, выборы, а во-вторых, быть полноценным депутатом. И именно преодолеть выборы не в плане, что за тебя народ-то будет голосовать, а именно в плане вот этих всех наших там сбора подписей, общения с избирательной комиссией. То есть не просто, что он будет участвовать в выборах. Ну, такого определенного прессинга. Да, то есть там же будет большая, очень такая закулисная часть работы. И в том случае, значит, если он не проходит этот тест, ему, по крайней мере, указывают те вещи, которые нужно исправить там в его жизни, чтобы этим все успешно сделать. И они прошли... А ребята эти Киров знают хорошо, мы вместе с ними избирали нам сюда Никола Ивановича Шаклейна. Успешно избирали. То есть ребята очень успешные и хорошие. Они прошли довольно-таки много фигур в Кирове, которые предполагаются, что будут участвовать. И знаешь, в чем интересно? Все они сказали, что в принципе, конечно, предполагается. Но там-то еще ведь не сказали. Москва-то молчит. И поэтому сказать, кто будет участвовать в выборах по партийным спискам, сейчас на самом деле не может. Никто ни по партийным спискам, ни от партий по одномандатным округам. Эти разговоры пока в пользу бедных. Потому что Москва еще ничего им не сказала. Ну и праймерис пока не прошли. Так я думаю, что эти праймерис обычно, они же проходят. Здесь какой-то победитель, он попадает в список. Но перед ним вдруг оказывается еще стучки три ребят с московской пропиской. Вспомню, у нас уже был у нас и Виктор Петрович Саверенко. Да что уж, я говорю, там и Тимченко. Ну да кого только не было у нас. Поэтому пока Москва еще не сказала, никто ничего говорить не может. Более того, если вот так подумать, да, все-таки у нас ситуация, видишь, какая сейчас в стране. Да. И мне, что, кстати, понравилось, я читал интервью главы Верхошижимского района, Катичников Дмитрий. Вот, интересное интервью. В том числе, вот он спрашивают о предвыборном годе. Что, как вот это отразится на его работе и так далее. Он сказал очень хорошую фразу. «Нам будет очень трудно объяснить населению, почему они плохо живут». Понимаешь, в чем фишка этой фразы, да? Ведь на самом деле мы все понимаем, почему мы плохо живем. Ну то есть, видимо, еще вот формулировка из Москвы. Как же объяснить-то, почему, когда у нас везде и всюду руководит Единая Россия, живем мы плохо, кто же виноват? Ну как, Николай, санкции виноваты. Еще пока не доложили. Видишь, если санкции на 15-м году, условно говоря, правления Владимира Владимировича Путина могут так уронить экономику, то что ж мы построили? Мы же не уронили экономику Европу своими санкциями. Почему они нас-то в руку уронили? Мы же говорим, ну мы санкции переживаем легко. Нельзя сказать, что они виноваты, понимаешь? Надо придумать что-то другое. Вот один из моих вопросов, на самом деле, знаете, Николай, состоит в том, что же нам подкинут в этом году? Ну то есть, смотрите, да, был 15-й год, была Олимпиада в Сочи, очень победоносная Олимпиада для России. Это раз в 15-м была. Ой, нет, в 14-м году, да. В 14-м году, да. А в 15-м году маленькая победоносная война в Сирию. А кого мы там победили? Ну, кого-то победили. Я еще пока не читал рапортов о том, что мы там победили, там все продолжается. О том, как мы демонстрируем свою военную мощь. Ну, в общем, мы все понимаем, ради чего это за. Юль, смотри, вот насчет военной мощи, да, я понимаю, что нужен внешний враг, но Сирии и арабским этим государством, не буду его называть, как оно точно называется, ИГИЛ, нужно на всякий раз говорить запрещенным на территории России. Это очень долго получается. В связи вот с этим вещами, этим снижение нашего уровня жизни не объяснишь. Нет, нет, мне интересно, как ты считаешь, какой позитивный информповод подкинуть населению в 16-м году? Я думаю, население... То есть, должно что-то хорошее произойти? Население не так глупо, чтобы понять, во сколько обошлась нашему государству Олимпиады. Это самая дорогая зимняя Олимпиада в истории, насколько я помню. Бюджет очень сильно пострадал после этой Олимпиады. А окупаемость зимних Олимпиад, в отличие от летних, невысокая, потому что они, ну, как бы такого второго уровня соревнований. Это раз. Во-вторых, наш маленький там Крым, да, условно говоря, который сейчас без света сидит, все тоже читают газеты и видят, в какие деньги это обходится, откуда берутся деньги, тоже видят, да. Я думаю, что вот эта вот победоносность, которая в то время как бы выдавалась некая победоносная акция по Крыму, там, по Олимпиаде или по той же Сирии, извините, сколько стоит полет одного военного самолета? Это кошмарные деньги. Вот когда у нас армия стала жаловаться, да, что у нас летчиков не можем готовить, они приводили цифры, сколько стоит учебный вылет самолета, да, это безумные деньги. А там боевые вылеты. И на это все тоже уходят деньги. И деньги уходят откуда? У нас уже нет резервного фонда. У нас уже нет в стране резервного фонда. Нефть уже ниже 30. Сбербанк уже считает по 25 прогноз на следующий год по нефти, да, на нынешний год. А другие-то говорят, что нужно считать по 20. Насчет победоносности здесь большой очень вопрос. И я не думаю, что просто средств хватит у государства что-то еще победоносное устроить. Ведь что такое мы вот оружием, да, говоришь, оружием, мы там показываем мощь своего оружия. Мы практически снова впрыглись в гонку вооружении. Чем это кончилось в 80-е годы, я помню прекрасно. Но страна не выдержала этого. Она не выдержала победоносной войны в Афганистане тогда. Она не выдержала Олимпиады московской. Тоже очень дорогое удовольствие было. Тем более оно не окупилось, потому что половина стран в нем не участвовала. Она не выдержала той же борьбы с пьянством, о которой мы так любим говорить, которая ущерб наносит казне и людям, живущим в стране безумным. Поэтому я не думаю, что здесь будут придумать что-то победоносное, на это просто не хватит денег. Вот, кстати, вчера же вот на встрече, да, когда речь шла о том, как в этом году будет работать мырия Аплант. И получается такая штучка, что планы-то, в общем-то, у людей есть. Планы-то есть, но они практически прямым слогом говорят, что мы эти планы, скорее всего, не выполним ни один из них. То есть есть благодия намерения построить кольцевую, объездную дорогу до Укира. Там что-то где-то подремонтировать, что-то где-то еще. Но денег нет. Бюджет города 10 миллиардов. Пять с половиной из них это образование. Еще там социальные услуги, там что-то, что-то там. По мелочи туда, по мелочи сюда. И, в общем-то, денег на свободных нет вообще ни на что. Поэтому то же самое и в стране. Денег тоже нет. Не на что побеждать тоже. Нет, но это же не обязательно должна быть маленькая победоносная война. Это может быть что-то другое. Но достичь какого-то позитивного результата, такого, чтобы он всех впечатлил. И все сказали, ах, оказывается, нас дорожили. У нас нет ресурса, чтобы это сделать. Мы не можем ничего нигде сделать. У нас, я не знаю, я просто так с ужасом смотрю, куда деваются остатки денег. Там читают, что оказывается, там Роскосмос провел исследование. Когда-то наша галактика столкнется с галактикой Андромеды. Через 4 миллиарда лет. Это, видимо, так актуально нам было узнать. То есть американцы просто сказали, что они столкнутся там. Ну, посмотрели, они двигаются друг напротив друга. Нет, ну, посчитай, сколько людей было задействовано в том, чтобы посчитать точную цифру, когда это произойдет. Это ведь не дешевое удовольствие. Там были задействованы люди с именами стопудово, да. Какие-то научные центры, но все это требовалось. Деньги, все это требовалось посчитать и все. Вот, да, мы узнали, вот, в разгар, так сказать, нашего маленького персонального кризиса о том, что через 4 миллиарда лет все кончится. Даже шутка такая пошла. Может, Владимир Владимирович заказал, чтобы узнать, сколько ему сроков-то надо держаться, понимаешь? Вот. Ну, получилось много сроков, довольно-таки, так что, может быть, будут увеличивать с 6 лет, там, не знаю. Ну, вот, Николай, тема для новой колонки после года огненного фермера. Я сейчас пока колонки не пишу, но, да, на сайте, на сайте иногда что-то похожее такое улишло. Ну, я вчера прочитала, это была колонка или революционная статья? Ну, в общем-то, это как бы колонка, да, потому что она не подходит никуда, кроме как вот под такой жанр. Иногда по старой памяти хочется что-нибудь сказать. Вот, в такую форму избираю. Так что, да, тема есть насчет 4 миллиардов лет. А насчет чего-то, что может быть позитивено в этом году, у меня очень большое сомнение, честно говоря. Хотелось бы, но сомнения очень большие. Ну, давайте тогда к Кирову вернемся. Мне хочется еще поговорить про политическое будущее Владимира Быкова. Вот разные люди, разные эксперты говорят по-разному. Кто-то говорит, что Владимир Васильевич стремится занять пост спикера ОЗС. Сам он, в принципе, не отрицает участие ни в выборах в ОЗС, ни в выборах в Госдуму. Вот каким тебе видится его именно политическое будущее? Куда он пойдет? Я уже говорил о том, что я думаю, что он сам пока не знает, куда он пойдет. Потому что в этом раскладе, при всем моем уважении к Владимиру Васильевичу, пусть он не улыбается, если он это слышит, он фигура не самостоятельная в данной позиции. Не как глава города. Мы понимаем, что городская наша дума – это детище двух сильных финансовых структур, по большей своей части, и Владимир Васильевич как раз к этой группе принадлежит. То есть это на уровне, скажем, области, если речь идет о том, будет ли он выбираться в ОЗС, то это решать, я думаю, будут Валерий Васильевич Крепостнов, там Олег Юрьевич Березин, там или их ближний круг. Что касательно выбора в Госдуму, то это будет решать Москва опять-таки. Не без консультаций тоже с местными нашими, как бы сильными фигурами. Поэтому я думаю, что у Владимира Васильевича, безусловно, есть какое-то политическое будущее, но какое именно, ни я, ни он, я думаю, сейчас сказать не может. Это будет решаться, ну как все браки заключаются на небесах, так что этот брак тоже будет заключаться где-то там, на одном из этажей. Ну хорошо, я поняла твою точку зрения. Николай, вообще, если возвращаться к формату встречи, да, градоначальников с журналистами, он нужен, вот этот формат? Да, он безусловно нужен. И если да, то зачем? Что лично для себя? Я уже сказал, что, во-первых, этот формат позволяет встретиться наконец-таки главным редакторам, да? Это совершенно такая своеобразная каска. То есть обычно главный редактор не ездит, да? Обычно на пресс-конференции не ходят главные редакторы, а ходят журналисты. И встретиться в таком вот коллективе именно главных редакторов, это у нас как-то вот, у нас вообще нет площадок, где мы можем встретиться, да? Нет таких площадок для встречи какой-то там вот не культурной общественности, не журналистской общественности, вот еще здесь появляется такая возможность именно в неформальной обстановке решить кое-какие вопросы. Чем я, собственно, всегда с удовольствием пользуюсь. Так, и какие вопросы Николая вы решали? Ульнарод, я в отличие от мэрии могу совершать непубличные действия. Вот я вчера их совершал, то есть мы, как это, потерли немножко по разным позициям с разными людьми. У нас есть взаимные интересы, у нас есть общие клиенты и так далее. То есть мы кое-какие вопросы решили очень хорошо, удачно. Во-вторых, понимаешь, вот я уже сказал, что вот за счет того, что ситуация расслабленная довольно-таки, иногда происходят вот такого рода договорки, из которых можно сделать определенные выводы. Ведь не только по тому, что у мэрии есть некие там негласные обязательства, о которых мы не знаем хорошо. Предположим, вот говорит, я не помню, кто из них говорил, вопрос был такой, что делать со шлагбаумами на дворах? И отвечал, да, Александр Ильич, отвечал, говорит, что вы понимаете, ведь раньше мэрия как бы могла влиять на все, что происходит на территории муниципального образования. Сейчас в связи с тем, что судом отменены некоторые позиции в полномочиях, да, только не отвечают за то, что находится на территории муниципальной, а то, что находится на территории частной, или территории, там, предположим, ТСЖ, там, или территории придомовой. Территория не каждого двора является частной, на самом деле. Вообще-то территория двора является, по большей части она, как называется, это местечко, это вокруг двора, там, это вот. Ой, я забыл термин сегодня, Юль, ну забыл термин, неважно. Она практически является, не является городской муниципальной территорией, За нее отвечает именно общее собрание жильцов, придомовая территория. За нее отвечает общее собрание жильцов, потому что земля под зданием, если здание не находится в муниципальной собственности, она как бы относится вот уже к этой категории. Он сказал, что мы сейчас не можем в это вмешиваться в связи с тем, что суд там что-то отменил. Понимаешь? А с другой стороны, о чем мне это сказало? Что в 2016 году политика двойных стандартов нашей мэрии будет продолжаться. Объясняю почему. Потому что одновременно, прямо сейчас, в арбитражном суде проходит процесс, где мэрия пытается оштрафовать коммерческую фирму за то, что она на своей частной территории вырубила зеленое насаждение. А они в соответствии с Азиатским кодексом, раз территория частная, полностью принадлежат этой фирме. Тем не менее, там большой, причем штраф огромный, поэтому дело такое довольно-таки интересное. И получается, что мэрия-то у нас, с одной стороны, говорит, мы будем свято выполнять закон, с другой стороны, как бы пытается действовать в свою пользу. Потом, хорошо, вот речь пошла по оврагам. По оврагам. В том числе, я понял, что вот этот грандиозный план, помнишь, как-то нам рисовали огромный грандиозный план, он уже давно забыт. Значит, в одном из оврагов понятно, что уже будут трудовые резервы, стадион, там, спасибо огромное, там, Душкину, Евгению Алексеевичу, и Алексеевичу, который там добился, там, своими, там, какими-то страшными связями, какими-то страшными усилиями того, чтобы два поля там расстелили. Но сейчас Душкину уже на пенсии, поэтому у нас уже мэрия говорит, что мы это сделали. Ну ладно, вот пусть работают на их совесть. И, соответственно, стали спрашивать про эти вот заборы, которые там стоят, и за которыми ничего не строится. И тогда стали объяснять, что раз, если человек там что-то построит, то мы, естественно, по закону должны ему землю под этим строением будем отдать. А в том-то овраге, там, будет тотов, ну, короче, там все эти планы живут. Одновременно, опять же, в судах, частное здание на территории города Кирова, которое просто хочет землю поднимать, очень маленький кусочек, 165 квадратов, выкупит предприниматель, мэрия судится, ему под любыми предлогами эту землю не отдаёт, понимаешь? То есть я уже вижу, что вот то, что они говорят, и то, что они делают, это две разные вещи. И, судя по всему, это в 16-м году будет продолжаться. И вот на основании вот этой простой неформальной встречи я уже так сижу такой умный и делаю вывод. Двойные стандарты будут нас ждать в 16-м году так же, как они были в 15-м. То есть кому-то продают участок парки Победы 4 гектара за 300 тысяч, а кому-то баню в дороге человек за 5 миллионов продают, понимаешь? Вот. А ты говоришь, что эти встречи не много. Ну, на самом деле я рада, что вы так думаете, потому что, мне кажется, журналисты как-то не очень любят ходить на встречи с руководителями города. Смотря зачем туда ходить. Если поболтать там о том, как всё у нас хорошо, то это, наверное, неинтересно. А если просто послушать внимательно, что они говорят, особенно, когда они говорят в такой хорошей атмосфере дружеской, когда они при этом заранее заявляют, что мы ни на кого из вас не сердимся, вы можете нас критиковать, мы за всем следим, мы всё, значит, самое, и очень уважаем, как бы, и так далее, и на всё реагируем. Поэтому я совершенно спокойно сегодня говорю то, что я говорю. Вы знаете, что меня всё равно там любят. А про дорожную ситуацию, кстати, не говорили? Про дорожную ситуацию, про вывоз снега? Здесь, опять же, разговор шёл, как всегда у нас бывает, на разных языках. То есть люди спрашивают, почему мы не могли там то-то, мы не могли то-то, мы не могли то-то. Вопрос прямой, понятный, да, на такую-то улицу. Ответ был такой. Мы вывезли 7 тысяч тонн снега, мы вывезли там 12 тысяч тонн снега. То есть спрашивают про Фомо, отвечают про Ерёма. Понимаешь? Люди говорят конкретно по каким-то улицам, по каким-то дням и так далее. Нам отвечают, отчитываются о работе, так сказать. Каким образом вот эти 7 тысяч тонн снега, хорошая была встреча, даже язык не поворачивая. Вот эти 7 тысяч тонн снега. Много говорили, Николай. Вот с этими вот улицами, про которые спрашивают, там объяснения уже не было. Не, ну, по-моему, даже слепой видит, что в городе коллапс. Так мы вчера ехали от, дай Бог вспомнить, от завода Веста до одной из фирм, это два квартала 25 минут. Это причём на улице Производственной, которая, в принципе, не самая узкая в городе, и довольно-таки расчищенная была. Ну, потому что выезд с неё, опять же, там горло, и всё, там всё стало. Нет, ну теперь я знаю, я буду вспоминать про 7 тысяч тонн снега, и мне будет значить ей легче, конечно. Ты же за рулём, ты это всё на себе испытываешь. Уж не я тебе буду это рассказывать. Я сейчас предлагаю, на самом деле, прерваться. Во второй части программы я бы хотела поговорить о политических итогах года 2015. Да, всё серьёзно. Да, сейчас мы уходим на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Мы возвращаемся в эфир, меня всё так же зовут Юлия Афанасьева, напротив меня всё так же сидит главный редактор журнала «Товар, деньги, товар» И меня всё так же зовут Николай Голикова, я просто обязан был это сказать. Николай, политика – это Ваша тема, я на самом деле очень люблю с Вами об этом говорить. Давайте подведём некие такие политические итоги, как бы это громко не звучало, прошлого года. Вот слушатели Вас не видят, а меня видят, а Вы кавычечки показываете. Вот я рассказываю всем, Юля показала кавычки, политические итоги она поставила в кавычках. А какие-то события Вы бы назвали главными? Я, во-первых, сейчас секундочку, скучкую в голове всё. Хорошо. Я бы не стал говорить о политических итогах года, вот так, знаешь, раскрыв широко, там, Россия, мир и так далее. Нет, 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 я предлагаю исключительно Кировскую область. Я бы хотел по Кирову сказать и, наверное, выбрать вот такое направление. Три события, которые между собой очень связаны, я бы сказал, очень связаны. Это то, что апелляционный суд арбитражный подтвердил решение по рынку и признал незаконную сделку по центральному рынку. Это политическое событие? Они все, вот человек, которые назовут события, их можно назвать политическими, и ты поймёшь почему. Второе событие, я бы назвал это принятие законодательным собранием поправки, так называемой поправки Бакина, которую я называю поправкой Бакина, которая разрешила по воскресеньям увеличить время торговли до 22 часов алкоголя. Это, безусловно, политическое событие. И третье политическое событие – это смерть Лузянина, Сергея, которая… Вот сейчас я скажу, почему я их три объединил. Потому что все три эти вещи связаны с одной темой. Это тема криминализации алкогольного рынка. Все эти вещи связаны именно с этим. То есть и рынка как такового, нашего рынка, и рынка алкоголя в том числе. То есть вот почему я их объединил. Потому что все… и вот попытка привести на рынок подольских ребят, да, то есть сначала убирается Сергей Евгеньевич, вместо него приводятся другие люди. Это такая, знаешь, вот… Сладовников-то уже уехал, ложечки-то уже нашлись, а осадочек-то остался. Вот этот осадочек очень хорошо, что его притормозили. Потому что вот эта деятельность нашего генерала, который очень много хорошего сделал в Кировской области, но в алкогольной сфере, она была направлена именно на развитие криминального алкогольного рынка. То есть он закрывал легальные заведения. Вместо них возникали нелегальные. И Сергей Лузянин оказался в этой игре таким вот мешающим человеком. Он как бы мешал центральный рынок отдать под криминалитет. И в итоге как бы оказался пострадавшим. То есть если, понимаешь, брать первое звено, да, когда генерал выступил, сказал, что он будет сидеть в тюрьме, и брать конец этой истории, то, извини, я сформулирую, генерал приговорил его к смертной казни. Получается так. Вот. И все это ради чего? Ради контроля над территорией города Кирова некими структурами. Которые, в том числе, безусловно, занимаются как торговлей на центральных рынках, контролируют везде и всюду. То есть они контролируют и нелегальный рынок алкоголя. Некими структурами, некими криминальными структурами? Безусловно, криминальными структурами. Некими бизнес-структурами. Безусловно, если это и бизнес-структуры, то теневые бизнес-структуры, которые работают там в тени. Потому что откуда же... Ну смотри сейчас. У нас закрыли легальные закусочные, да. Помнишь, лично ездил, генерал закрывал. Сейчас открылось множество магазинчиков, продукты круглосуточно. Никогда не заходило в них. Тебе никогда не нужны пряники по ночам. Никогда не заходило там за пачкой чая, какой-нибудь плохой никого ночью, да. Я хожу к соседям. А люди ходят туда, там, на витринах нет водки, но там продают совершенно спокойно. Заходишь, покупаешь. Водку очень плохую. Очень плохую. И, понимаешь, это следствие вот этих вот действий. То есть вместо того, чтобы человек мог пойти и купить, во-первых, изделия местных производителей, да, будем об этом тоже говорить. Во-вторых, как минимум качественные изделия. Они совершенно спокойно, дешево покупают. А траву, да, то есть эти все вещи привели к обратному результату. Почему я называю поправку Бакина в том числе? Потому что это был первый шаг на пути к отмене безумных решений, совершенно идиотских решений по вот где. Как у нас борьба с алкоголизацией населения была. Это был первый шаг. После этого, кстати, мэрия тоже сделала свой шаг, сократила расстояние для того, чтобы могли работать в магазине. Вчера они тоже сделали маленький свой шаг в этом направлении, потому что наша встреча не была отрезаннической. И это все вместе говорит мне о том, что, может быть, я не знаю, где-то кто-то взялся за ум и посчитал, сколько же мы денег при бедной стране отдали в левый вот этот теневой рынок. Поэтому я эти три вещи назвал, и я думаю, что это на самом деле какой-то такой момент, который, дай бог, зафиксируется по поводу в том числе рынка центрального, рынка алкогольного. И какой-то будет шаг сделан в другом направлении, чтобы эти деньги шли в бюджет все-таки, а не в карманы тех, кто на этом наживается. Ну а почему, Николай, вы не назвали, например, ну так скажем, потепление отношений губернатора и наших бизнес-элит? А вы находите потепление отношений? А как насчет губернаторского вета на решение ОЗС? Ведь голосовали-то представители как раз тех самых элитов. То есть он не смог с ними договориться по вопросу о льготах для инвесторов. То есть он не смог договориться с ними, да? Мы то, что видим, ты, наверное, имеешь в виду Валерия Васильевича Кирпослова, да? Ну я имею в виду, конечно же, Валерия Васильевича Кирпослова, да. Это Юркин парк. Да, это культурные проекты. Это Юркин парк, это музей мороженого. Это музей мороженого, это страшная скультура места встречи. Почему я не сделала раза в четыре меньше? Она же страшная, там вечером страшно идти. Юль, я сейчас, будучи человеком неженатым, иногда по вечерам гуляю. Мне хотелось бы чего-нибудь лирического, да. А я вижу эту страшную штуку, мне страшно, я не могу там пройти. Там хорошее место, но сейчас там уже нельзя стало гулять. Нет, подождите, Николай, я сейчас говорю не об этом. Как мы все с вами заметили, Никита Юрьевич ездит на все открытия и в музей мороженого, и в Юркин парк, и говорит очень много хороших слов о Валерии Васильевича. Я думаю, что это все-таки свидетельство потепления отношений. Нет, это свидетельство, что губернатор вообще-то должен навещать такие вещи, потому что Валерий Васильевич делает действительно хорошие вещи для города. И представь, что на таком позитивном событии, если не будет губернатора, это будет минус губернатора. Так ведь? Поэтому он присутствует там, потому что он, ну как это сказать, присоединяется. Термин такой у нас есть у политехнологов, он присоединяется к Валерию Васильевичу, как я посмотрел. Тот делает хорошее дело, а губернатор находится рядом. Он не может не приехать. Как же он пропустит такой случай, показать, какой он хороший? Нет, ну подождите, можно приехать, но можно... А если приехал, что будешь говорить, что тут плохое, про то, что человек сделал хорошее? Нет, можно говорить хорошие слова, например, про события. Никита Юрьевич, в общем-то, не скупится и на похвалы лично для Валерия Васильевича. Это же событие, оно сделано полностью, Валерия Васильевича, по основам, да, поэтому как бы тут нельзя обойти этот вопрос. Вот, я не нахожу никаких признаков потепления, более того, глядя на то, как тучи в стае собираются, да, то есть как у нас происходит подготовка к выборам. Будет достаточно жаркая схватка, потому что у губернатора есть свои предпочтения. Он бы не хотел иметь такой АЗС, который может вот так вот взять и проголосовать против отрицательного заключения правительства, как у нас случилось в декабре. Это же была такая пробка, сила, примерочка, примерочка. Ему не нужен такой АЗС, ему нужен АЗС, в котором будут люди, которые, по крайней мере, таких сюрпризов преподносить не будут, как в 14-м году, в феврале, тот же Валерий Васильевич Крепостнов взял да преподнес. Помнишь историю с недоверием, да? Ну, конечно, помню. И ты думаешь, что в двухлетней давности историю кто-то забыл? А АЗС сидит здесь до сих пор. Все эти люди сидят здесь, в этом здании. Поэтому Никита Юрьевича будет очень большое желание состав кардинально поменять. Что мы видим со стороны Валерия Васильевича? Что мы видим со стороны Валерия Васильевича? Мы видим, что он вместе с еще группой людей дружественных, ему контролируют нынешний состав. И он, естественно, сделает все возможное для того, чтобы этот состав не менялся. Ну, хорошо, Николай, может быть, это не потепление отношений, может быть, это появление некой негласной договоренности? Может, они все-таки договорились о чем-то? Нет, здесь договариваться, это та вещь, где договариваться нельзя, потому что вот состав АЗС, он практически определит на ближайшие пять лет, кто, собственно говоря, чьи будут в лесу шишки. Потому что интерес в Кировской области есть как для развития своего бизнеса в Кировской области, есть как у губернатора и группы его предприятий, которые уже в Киров приходят одно с другим. Точно так же и у Валерия Васильевича Крепостнова и группы предприятий, которые с ним работают. Понимаешь? Это уже бизнес, это уже деньги. Договоренность между прямыми конкурентами здесь невозможна. Это мое такое мнение. Жарко будет схваткой. Ой, с жаркой будет схватка. Вот что я хочу сказать. А то, что мы видим, это в публичном пространстве. Но раньше этого не было, Николай. А раньше не было Юркиного парка, раньше не было и музея шоколада, не было музея мороженого, не было эскады. Давайте посмотрим правде в глаза. Меценатством Валерий Васильевич давно занимается, и издательство у него, много хороших книг это издательство. Ну, во-первых, он не давно им занимается, а с определенного момента. Хорошо, с определенного момента, но не первый день. И то, что издательство на презентации книг у нас издает довольно-таки много. У нас есть издательство, выпускающее гораздо более красивые и ценные даже книги, чем доделает издательство Валерия Васильевича. Я просто как человек с этим сталкивающийся знаю. Но на презентацию книг губернатор не ходит. Понимаете, при желании достойный информационный повод можно было и раньше найти. Кому? Кто должен был выискать? Валерий Васильевич. Для презентации книгу звать губернатора, а какое он отношение к кем-то? Нет, я имею в виду, что если... Ну, вот ты говоришь, раньше не было Юркин парка, раньше не было того, что... Это вещи, которые сделаны для города, для области. Здесь это уровень уже такой, этих вещей, что здесь должен быть губернатор. Обязан быть, я же сказал. Ну, хорошо, давайте тогда про ОЗС поподробнее поговорим. Вот Андрей Лучинин был во вторник у моей коллеги Дариты Пузлиевой. И как раз Дарья с ним говорила про предстоящие праймеры Съединенной России, про предстоящие выборы в ОЗС. Сейчас я найду цитату. Вот Андрей Лучинин сказал, если состав ОЗС обновится на треть, это хорошо. Хорошо. Если на 50%, то это сигнал к тому, что есть серьезные проблемы и недовольство у избирателей. Сам он сделал прогноз о том, что обновление будет на треть. Согласны ли вы с таким прогнозом и с оценкой такой? Я думаю, что смотря как поработают стороны процесса, скажем так. Потому что, я еще раз говорю, есть два как минимум крупных интересанта. А может быть их будет еще и три, потому что мы же не знаем судьбы Олега Дарьяновича Валенчука. Может быть он вернется в родной город. Куда? Вот вопрос в том, куда он вернется. Союз садоводов? Вот. И я думаю, что если его перспектива в Госдуме после двух сроков вдруг станет туманной, то здесь карта немножко будет перекраиваться в городе Кирове, как ты понимаешь. Плюс к тому не стоит забывать, что есть люди, у которых есть интересы, которые пока не работают с никакими партиями. Они просто ждут начала выборов, чтобы в них поучаствовать. Я точно знаю, что такие люди есть, я с ними уже говорил. Карта может измениться. Я думаю, что состав ОЗС изменится наполовину. Но в какую сторону он наполовину изменится? Потому что недовольство реально есть. Оно очень сильное недовольство есть. И я думаю, что изменение произойдет не в пользу партии «Единая Россия». Потому что на самом деле ему уже трудно даже объяснить, почему мы плохо живем, понимаешь? А люди-то уже сами начинают понимать, почему мы плохо живем. А как вот в данной ситуации уже сложный расклад сил в самом ОЗС, какая из наших, условно говоря, там групп влияния или элит на этом, скажем, поднимется, да? Как это, какая, например, пока сказать сложно. А почему вы, Николай, считаете, что Никите Юрьевичу есть такое дело до нового состава ОЗС? Ему, в общем-то, осталось один срок досидеть. Ему осталось здесь досидеть срок, а кто сказал? Понимаешь, пока в Москву Никита Юрьевича никто у нас не звал. Почему бы ему не посидеть здесь и третий срок? А откуда вы знаете? А почему здесь не посидеть ему и третий срок, думаю я? Он подтягивает потихоньку сюда свои силы. У нас вот был Навальный, сейчас у нас подвальный, да? Заметили, что у нас подвальный в городе появился, глава Сбербанка Кировского? Вот. Он появился тоже очень вовремя, потому что есть несколько объектов, которые сильно заложили Сбербанку. Очень выгодные в этом плане. А подвальный, он же пермский парень-то. Он же работал в фонде «Ермак» так же, как и Никита Юрьевич Белых. Они же старые знакомые, понимаешь? Это не афишируется. Вот. Не скажу работал вместе, но имел дело с этим фондом. Там очень сложная и интересная история. Посмотри по фонду «Ермак», там фигурирует наш губернатор. Вот. Поэтому он подтягивает силы. Сбербанк сейчас арестовал имущество того же Джиммула, например, да? Значит, Джиммул может поменять владельца. А управлять этим будет Сбербанк. Сбербанк на стадии монгродства, если не ошибаюсь, там, зовут им не «Первого мая», да? Тоже Сбербанк главный кредитор, если не ошибаюсь. Вот. То есть сейчас у предприятий нет денег, они будут банкротиться. Кому они потом перейдут, предприятие просто… Каждое чудо просто. И здесь есть где развернуться фирмским гостям, понимаешь? Которые могут вполне эти предприятия взять под свой контроль. Почему ты говоришь, что здесь скучен Никита Юрьевич, и у него интерес? Нет, я не говорю, что ему здесь скучно. Во-вторых, понимаешь, смотри, вот как вышло с тем же законопроектом Дмитрия Русских об отмене льгот, да? Ведь это же коснулось основного предприятия Виксельберга и прочих, прочих. Если АЗС будет непослушной и более того, если она станет еще более непослушной, они ведь отменят эти льготы. Что будет докладывать своему шефу Никита Юрьевич? Как так получилось, что предприятия Виктора Виксельберга потеряли вот такие льготы? Подождите, подождите, давайте уточним, какому шефу? Я имею в виду Виктора Виксельберга. Никто же не спорит, что он привел к нам нового губернатора. Не то, что он не спорит. Это неотрицаемая вещь. Изначально это было понятно. Этот человек с той стороны пришел. И здесь, когда коснулось его дела, видишь, он даже вето применил. Это редчайший случай в Кировской области первый, а в России редчайший. И здесь-то как-то на нем, почему-то даже официального сообщения на сайте правительства не было об этом вето. Хотя это редкий случай. А в Москве это производит эффект очень сильный. Одно из рейтинговых агентств, из институтов, изучающих вот эти вещи, они Никита Юрьевич сразу на 17 позиций с два месяца подняли вверх. А в рейтинге влияния губернатора? Влияние, да. То есть сначала на 12 позиций, потом еще на 5. На 12, когда он наложил вето, а на 5, когда АЗС поддержала этого вето, никуда не делась. То есть они когда увидели, что Никита Юрьевич применяет грубую физическую силу, то есть он силен. А почему он вдруг ее стал применять, когда дело касается коммерческих предприятий, ты понимаешь? Коммерческих предприятий. В основном как... Потому что это крупные инвесторы. Слушай, давай мы не будем сейчас начинать разговор о крупных инвесторах, имея в виду предприятия ресурсоснабжающие. Потому что они инвестируют деньги, которые они взяли у нас. Они инвестируют те деньги, которые взяли у нас. Мы платим тарифы, в которые заложена инвестиционная составляющая. Там перерабатывающая производство, там мобильная связь, если я вспомню. Речь шла как раз о предприятиях всех, кроме обрабатывающих производств. Им-то льгота сохранялась. А векс-эберакции предприятия, это предприятие, которое ресурсоснабжающее предприятие, там по снабжению, по транспорту. О, фу, электричество, газ, вода и... Ну, я поняла, поняла тебе. То есть это вот такие предприятия, которые инвестируют за счет тех денег, которые вкладываем мы. Нам пора, к сожалению, заканчивать. Почему я говорю, что давай не будем об этом начинать? Лучше в следующий раз. Нам уже показывает звукорежиссер. Не наговорилась я с вами, но тем не менее, спасибо за эфир. Спасибо. Это было особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Эфир для вас свела Юлия Айфанасьева. Всего доброго и до свидания. Всего доброго.